Спешу сообщить вам благую весть. Нам удалось собрать и отправить деду на мавки уже 120 тысяч. Еще 60-й, вторая мавка будет у нас, а там и третья. Так что, отвечая на камент, который показываю сейчас фоном, с нами-то как с нацией, сейчас как раз все так. Разок мы уже задались такими вопросами и решили, что не хотим быть не такими. И пришел Муравьев с большевичками-головорубами. Надо пересказывать свидетельства выживших киевлян. Нужно рассказывать, чего потом это стоило народу. А тогда только в Киеве были тысячи кадровых офицеров. Но при Петлюри радостно проводились, говоря современным языком, международные форумы и круглые столы принимали сельские стратегии и предлагались мирные планы. Ничего не напоминает? Сейчас мы понимаем, что отстаиваем свое право на жизнь, на способ жить, как мы хотим. Да, против нас враг, государство и часть населения, которым урвать бы побольше, да сбежать бы подальше. Которым это не моя война. Которым поскорее бы все это закончилось, неважно уже, как мы устали. Которым мы не рабы, чтобы... И дальше длинный список того, на что мамины квиточки не согласны. Но кто ж тогда все мы? Просто население? А что до олигархов? Война, кроме всего прочего, еще и несет в себе слом существующей олигархической модели. По приостановке боевых действий, и будет ли это окончанием войны или нет, посмотрим. Мы столкнемся не только с уничтоженной экономикой, разорванным обществом, но и разрушенной общественно-политической системой, которая мало изменилась со времен Кучмы. Насчет ни копейки не дают. Посмотрите на оценки и состояние тех, кто раньше составлял десятку Форбс. Из оставшихся, разве что Пинчук, еще пытается как-то удержаться на плаву за счет культурно-национальных инициатив, но ведь он оказался хитрее всех. Создать большой фонд, прикрыть его именем шоумена, и не вкладывая ничего или почти ничего, получить тучу профита и уважения, а вдобавок еще и самоуважения. На такое мог решиться и провернуть, только очень пронырливый. Тем не менее, решился. Активы Фирташа активно меняют хозяев. Так недавно титановый бизнес Фирташа перешел к новому азербайджанскому хозяину. И тут я не возьмусь утверждать, когда российский контроль над активами был или будет плотнее. Коломойский побрился, но не вышел. Боголюбов сбежал. Кто остался? Ахметов и Порошенко. Оба просели по капиталам капитально. Порошенко сильнее Ахметова просел, но ведь и шахтами пятой не владеет, можно понять. И донат из праве громад удваивает, чего больше ни за кем не было замечено. И из фонда собственного имени очень много что приобретается и финансируется. Но оба активно донатят. Порошенко поставкой всего необходимого, на что у Министерства обороны не доходят руки, а это почти все, что не связано с оружием. Но оно Министерство и там, далеко не на высоте. Дроны, рэбы, строительная техника, авто, резина, мобильные ремонтные мастерские, печки, банно-прачечные комплексы, полевые кухни. Одна только система IP3 своим появлением наводит на россиянцев активные спазмы кишечника. Список можно продолжать, но зачем? Ахметов, хоть я его терпеть не могу. Это в первую очередь гуманитарная помощь и создание макетов вооружения, и создание оборонительных конструкций. Вообще не попадается на глаза его помощь ЗСУ, но продуктовых пакетов роздано. Хватит мне одно поле загадить. Аудитория этих двух людей разная, между собой почти не пересекающаяся. И пытаюсь я их сейчас тут сравнивать только для восстановления справедливости. Вообще справедливости ради стоит заметить, что очень много богатых людей так или иначе принимают участие в войне своими деньгами. Я знаю много историй, когда люди, не желающие огласки, вкладываются на миллионы и сотни тысяч. По обращениям от бойцов напрямую, от фондов, от простых волонтеров. Потом приходишь к ним, говоришь, вот фото, вот видео, давайте обсудим статью с вашими именами. Так вот в большинстве, я настаиваю, в большинстве случаев люди отказываются от упоминания их имен и предприятий. Вот как в отчетных роликах за тыждынь указываются только суммы и камент, вот так же и в других отчетах указываем Черниговская компания, Днепровский завод, Полтасский донатер. Старых олигархов, можно сказать, уже не осталось. Появились новые лица. Все, как хотели в 19-м, тот Зеленский никого не обманул, которые владеют активами, которые вводят бабло в кэш и в крипту. Но называть их олигархами будет неверным. Они не создали систему. Они при ней выросли. И всем обязаны именно этой системе прислуги, которая действительно сначала была прислугой олигархов. Да-да, не обманывайтесь, что ведь Вова против Петти. Зеленский, профсоюзом олигархов, но не он один, мстит Порошенко за нарушение цеховых правил. Многих правил, первое из которых, своим нельзя переходить и перекрывать дорогу и кормушку. Просто поднимите старые подшивки местного Форбс с оценками активов самых-самых за 14-й, 19-й, за 19-й, 22-й годы. Там только с закрытыми глазами можно не понять. Новая генерация — это будет даже не Серожа Курченко. Это будет новая генерация чужих Элен. Подозреваю, что всё нажитое или непосильным трудом и скирдованное в крипте и в разных экзотических локациях будет найдено и отнято. Только нам от этого легче не будет, потому что тут действует простое правило. Кто нашёл, тот и забрал. Вот тут впору и задаться вопросом, что будем делать, какую модель общественно-государственного взаимодействия будем строить, потому что пока только и слышно «Вы нам дайте власть, не мешайте, мы сделаем всё сами». Но два раза подряд наступать на одни и те же грабли, даже не взяв паузу, это будет уж многовато. А вы обратили внимание, что время от времени в каментах появляются приверженцы полшестого и выдают на полном серьёзе, мол, «Вы шо тут развели?» «Да он лучше, он старается. Да посмотрите, как ему мешают, как он продирается сквозь мивину и мешки с песком, как старается вся его команда. То есть они либо не в курсе, либо не хотят быть в курсе». Я сейчас один свежий факт про его команду расскажу. Всем нам вдруг сообщили, что с некоторых пор за фейки и неправдивую информацию про действия ТЦК нас с вами будут сажать в тюрму. И вот это уже не шутки и не сарказм. Не вдавая сейчас в детали, нет силы времени делать большой ролик, коротко только замечу, что ТЦК проводят свои рейды с целью информирования. Так записано в документах, которыми они руководствуются. А что они делают на самом деле? Какое видео из тех, какими переполнен интернет, будет являться фейком? Да любое, господа проверяющие, потому что информирование и пакование — это два совершенно не связанных между собой процесса. Потому что разъезжание на частных авто по городам и междугородним дорогам — это не оповещение. Потому что сама идея бусификации всякого, кто косо посмотрел или имеет две руки, две ноги и тем самым уже представляет интерес для военкома, сама по себе не информирование. Потому что такое поведение привело уже и еще приведет к скандалам, разборкам и прочим неприятным новостям. Тут нужно придумать что-то другое, господа ЦКшники, а не заградотряды. Заградотряды — это слишком старая идея, и на сплоченность общества и повышение морального духа она точно не работает. Это подтвердит вам любой, совершенно любой человек. И вводить в действие формулировку «Запарышко Джаня» — законни идеальности избройных сил — это достаточно высокая степень цинизма, хотя и оправдываемая с вашей стороны многими и многими нужными и красивыми словами. А в законе сказано, если есть возможность получить данные из открытых реестров, то их надо получать оттуда. Вы получили? Опробовали? Так что же вы тут уголовкой-то бравируете или считаете, что если вы не читаете законов, то их не читает никто? Ладно, это меня уже в другую тему повернуло, а как-нибудь поговорим еще и про это. Сейчас закончу начатую ранее основную мысль. Что мы строим, а вернее защищаем хунтубры? Какую Украину? Кто работает на перемогу, а кто ее тормозит и продает? Вот пока вы, да и я об этом размышляем, я придерживаюсь простого правила для определения «Стой ты месячиком дело» или просто слать его в сады. Приближает человек к перемогу или нет? Донатит ли? Поедет со мной в поездку в ночь с паузой на сон где-то на обочине часа на полтора за пару дней и перекусом за рулем водичкой и печенькой? Или не поедет? Можно ли его попросить помочь разгрузить машину и придет ли он на разгрузку? Очень простое и полезное в наше время правило. Рекомендую. Зробите донат и репост, если вы тоже прагнете победу. Долей ролики и украины в ваших лайках, донатах, комментах и репостах. То же это и будет ваш внесок в победу Украины. Слава Украине! Слава ЗСУ!